Однозначно не порешаем, но учитывая, что мы сыграли всего шесть, значит, наверное, войдет. Войдет лучше. Спасибо. В итоге видят и чувствуют перемены в новом альбоме, несмотря на то, что мы всегда экспериментируем со стилями. Куда сейчас, опять же, в стилистическом плане движется группа? Как удивительная вещь, я вам скажу такую штуку, она меня просто потрясает до сих пор, и походу она правда. Заключается она вот в чем, что замшелые, отчасти престарелые любители рот-музики, маломанные, которым уже за тридцать, или, еще круче, участники рот-тусовки, музыкальной тусовки, которые уже под тридцать, скажем так, они адски проперлись от этого альбома. То есть они, те люди, которых не пробили вообще ничем в этой жизни, которые слышали уже все, пережили все эмоции на свете, начиная с Ziggy Stardust, который я забыл его в 12 лет, и заканчивая там Radiohead'ом 22 и так далее, и через это все, придя по строку и, не знаю, Smash & Pumpkins, они вдруг мне говорят красавище вещи, и причем они сами этому поражаются. Я говорю, я не думаю, а как? Почему? Я слушаю, твой бом, у меня течет слеза из моей правой, давно уже забывшей про слезы, за скорузой, у моей правой скорузой щеки. Для меня это очень большая плава, я понимаю одну вещь простую, что когда ты по-настоящему переживаешь искренние эмоции, и пытаешься их выразить, это может пробить человека, который на это совсем не рассчитывает и не заточен. Я очень люблю наш первый ряд на концертах, это девушки 20, 17, 22, ну, девушки, это уже 15 лет, 15 лет, чтобы жизнь вдруг была, вот столько это происходит. Мне очень нравятся, они офигенные, они чистые, вот есть, оказывается, где-то там сзади, далеко у пары, сидит и плачет, какой-то небритый, старый рокер, от песни «Прощай», как он мне тут только что сказал полчаса назад здесь, на фестивале «Добранкетский». Ну, для меня это большой комплимент. Спасибо!